Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Джуанджи. Мальчик и девочка находят зловещую настольную игру, которую очень не любят, когда в ней жульничают. Дошторм. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия. Чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так. Нагани. 1997 года. Миллиардер Чарльз Морс отправляется со своей молодой женой, супермоделью Микки, на Аляску для фотосъемок. Модный профессиональный фотограф Роберт Грин убедил их, что именно там есть место, которое идеально подходит для съемок. В поисках они улетают намного дальше, чем предполагали. Их маленький самолет терпит крушение при столкновении с птицами и падает в озеро. Пилот погиб, остальные спаслись. Но как выжить вдали от цивилизации? Чтобы спастись в лесу, полном диких животных, они должны полагаться только друг на друга. До спасения остается недолго. Но Чарльз начинает подозревать свою жену в связи с Робертом. Джунгли. Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает, и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание. Как это заканчивается? Саманта Уилл – любящая пара, которая в скором времени ожидает пополнения. Но в их паре существуют очевидные разногласия. Тесть Уилла, Том, плохо относится к своему зятю и частенько придирается к нему по мелочам, да и не радует его переезд дочери в совершенно другой город. Однако, противоборствующим сторонам на время приходится позабыть о конфликте, ведь на западном побережье происходит масштабная и шокирующая катастрофа. Повсюду отключается электричество, перестает работать аэропорты. Для Тома Уилла становится очевидным – Саманта попала в беду. А вот выручить ее будет довольно сложно, ведь вокруг царит хаос, а проблемы с минуты на минуту могут стать и вовсе угрожающими. Мужчинам на время приходится забыть о вражде и попытаться слаженно работать для спасения девушки. Дикая. В центре сюжета Шерилл Стрейд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери и потерявшая всякую надежду на счастье женщины, отправляется в пешее странствие по территории Пацифик Крест-трейл, маршрута по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным. Мой. Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и в мифологии разных народов, является история о Великом Потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покрал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Токийская невеста. Амели полна надежд начать новую жизнь. Она едет в Японию, в страну своего детства, чтобы найти вдохновение и написать книгу. На новом месте девушка дает объявление о частных уроках французского языка, и ее первым и единственным учеником становится Ринри, очаровательный молодой человек, с которым они вскоре сблизятся. В трудностях периода, в неловких вечеринках и спонтанных путешествиях Амели откроет для себя невиданную Японию и научится любить. Глуши. Городская пара оказалась без провианта посреди дикой глуши, на территории хищного черного медведя. Не оставляя следов. Уилл и Том, отец и дочь, которые живут в лесопарке, добровольно изолировал себя от общества. Уилл считает, что лучше пить дождевую воду и питаться дарами природы, лишь изредка предпринимая краткосрочные вылазки в город, чем жить среди людей. Но по закону бездомным быть дозволяется, а жить на общественной земле нет. После того, как рейнджеры и соцработники обнаруживают нелегальных Робинзонов, Уилл и Том приходится покинуть насиженное место. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!